В этом видео я расскажу о четырех новичках для моего сада и покажу посадку ели без выкопки ямы. Приветствую вас на канале Дневник Садовода. Меня зовут Анна Муравьева, я садовод-консультант. И сразу к делу. Первое растение покупалось как ель колючая, сорт Глаука пендула или пендуля. Это дерево с плакучей формой кроны и прекрасным голубым цветом хвои. Чуть позже я покажу, почему искала именно ее, для какой композиции. Найдя, конечно же, радостно ее купила, поверив этикетке. Привыкла с советских времен верить всему, что написано. Но, скорее всего, это пересорт. Друзья, я в шоке. Во время посадки я расскажу, как это выяснилось. Второй герой – это кустарник. Бересклет крылатый, сорт Компактус. Куплен для акцентов парадной композиции на входе. Хочу, чтобы его яркая осенняя окраска листвы подчеркивала красоту цветения сидящей там гортензии. Еще одна ель, куплена как ель колючая, сорт биолобок. Предмет вожделения многих хвоеманов. Это карлик, годовой прирост всего 10 сантиметров. Данный экземпляр – метр в высоту и считается уже большим взрослым растением. Конечно, я не устояла. А вот биолобок ли это, выяснится только весной. Когда появится, ну или не появится, характерные для этого сорта приросты желто-кремового цвета. И четвертый новичок – это пихта субальпийская, сорт Компакта. Самое дорогое и самое спорное мое приобретение. Нет единого мнения у хвоелюбов о зимостойкости этого растения в средней полосе. У кого-то и горит весной, и мерзнет зимой, и вообще не растет. А я видела в Москве, в очень известном саду Людмилы Авдониной, взрослый экземпляр. Ставлю для вас видео и фото. Просто потрясающее по красоте растение. Мягкое, цвета морской волны хвоя. Плотное, классическим конусом крона. И Александр Верещак ее рекомендует. В общем, взяла. Это вторая попытка подружиться с этой пихтой. Обязательно расскажу подробности в видео о ее посадке. Также будем вместе сажать бересклет и биолобок. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. Идем сажать плакучую незнакомку. Первым делом втыкаю шест в предполагаемом месте посадки. Высокий, чтобы хорошо был виден издалека. Это такой лайфхак для вас. С трех сторон от дерена, от изгороди и от роз я отложила по полтора метра. И воткнула вот такой шест трехметровый, как отметку. Теперь я могу с разных концов сада посмотреть и понять, как будет выглядеть эта ель в моем саду. Главная видовая точка обзора из окна кухни. Все растения в моем саду выполняют определенные функции. Чтобы было нагляднее, нарисовала мультик. Эта ель должна со временем закрыть соседские окна и своими плакучими ветвями повторить их форму. Корневая еля поверхностная и очень агрессивная. Чтобы не дать ей добраться до вкусняшек, которыми я кормлю розы, и чтобы она розочки мои не угнетала, я буду ставить ограничитель. Для него я копаю вот такую канавку. Чтобы в сторону не вильнула, положила палочку прямую и по ней иду. Копать такие узкие канавы удобно специальной лопаткой для пересадки растений и выкопки канав. Она очень острая. Ее кончик называется ласточкин хвост. Очень крепкая и удобная. В результате получилась вот такая узкая, ровная, с четкими краями канавка глубиной 25 см. Нужно срочно вставлять ограничитель, пока края не осыпались или их не смыло дождем. В качестве ограничителя я использую лист плоского шифера. Высота 25 см, длина 150 см. Этот материал остался со времени постройки дома. Муж отрезал мне кусок нужного размера. Поставили его в канавку, зафиксировали камнями вертикально и засыпаем землей. Теперь готовлю посадочное место. Корневая купленная ели, я видела это еще в питомнике, очень маленькая. И неизвестно, что вообще останется, когда ее расправишь. Такие растения я сажаю не в яму, нет смысла никакого ее копать, а на плоский холм. Кучва в моем саду тяжелая глина. Для ее улучшения я перекопала участок диаметром 100 см на глубину 25 см штык-лопаты с добавлением нейтрализованного торфа. В центр, не выкапывая никакой лунки, ставлю саженец. Отдельно в тачке делаю смесь своей земли с торфом и ею засыпаю корневую. Должен получиться широкий плоский холм. Он быстрее прогреется весной и корневая раньше сможет начать работу. Важно, холм должен быть именно плоским, пологим, а не высоким с крутыми краями. Иначе влага, дождевая или при поливе, будет скатываться, не попадая к корням. Посмотрим поподробнее, что же за чудо нам досталось. В питомнике-то мозг отключается, а дома обнаруживаешь потом массу сюрпризов. Как я сказала в начале, выясняется, что это другое растение. Две девушки, увидев в видеообзоре питомника эту ель, утверждают, что это совсем другой вид. Ель не колючая, а сизая или канадская, как всем известная коника. У них такие растут в садах, и не верить нет никакого основания. Более того, я сразу выложила фото и видео саженца в группу хвоелюбов в WhatsApp. И опытный товарищ подтвердил пересорт. Но нет худа без добра, эта ель очень редкая и красивая. Мне все об этом сказали, так что можно сказать, что мне даже повезло. Качество материала вы видите сами. Очень низкое. Я пошла на риск осознанно. Но я и не таких выхаживала. Начинающим категорически не советую такой покупать. Убрала перетяжки со ствола, срезала металлическую сетку и мешковину. Обрезала все сухие, поврежденные веточки и корешки. Аккуратно вытянула сорняки. Если останется кусочек какого-то агрессора внутри, избавиться потом будет невозможно. Постепенно сильным напором размыла корневую. Мне нужно убедиться, что все корни идут вниз и не замотались вокруг ствола. И найти корневую шейку. Вот здесь была земля. Уровень заглубления 10 сантиметров. Когда сажают, все как есть. Растения мучаются, стоят ни живые, ни мертвые, а потом погибают. А владельцы гадают, что не так. Выровняла горизонтально оставшуюся корневую. И начинаю потихонечку засыпать смесью глины и торфа. Постоянно проливаю сильным напором воды, чтобы грунт заполнил все пустоты между корешками. Также нужно убедиться, что вода хорошо впитывается, не застаиваясь и не растекаясь. Это значит, посадочное место подготовлено правильно. Самый верхний слой к остаткам корней, к торфу и к своему грунту добавила агровермикулит. Он наберет в себя влаги и будет постепенно отдавать к корешкам. И сверху все мульчирую. Сначала король лиственницы так называемым гумусом. 0,1 сантиметр размер. Он удержит влагу и в то же время не так спрессовывается и слеживается, как торф. И еще раз все пролью. Верхний слой мульчи, кора лиственницы, фракция 2-5 сантиметров. Толщина слоя минимум 5 сантиметров. Специальным эластичным шнуром прикрепила, растянула ель к бамбуковому шесту. И подвязала к двум опорам от раскачивания ветром. Посадка завершена. Через 10 дней по инструкции пролила корневином. Чуть позже поставлю притяночный экран от зимне-весеннего солнца. Больше помочь растению в этом сезоне нечем. Буду с надеждой ждать следующий. Подписывайтесь на канал Дневник Садовода. Продолжение следует.